Я вот так вот встану, чтобы не было видно. Вчера мне пришло электронное письмо, вот из этого учреждения. Чтобы это не голословно было, мы сейчас там только что были, в этой организации Горху. Я ее знаю, тут работал Улеска, профессор, меня близко знакомый. Вызвал нас Добенкова, видно, Марина Владимировна. 29-86-00. Номер, в который письмо прислали, 0-2-21-36-29. Но начальница нет, а зам ее. Я долго добивался, оказалось, нет, я не слышу, взял аппарат, но все равно. Вот, пришел со мной от Василий снять. И мы сейчас побеседовали. Я говорю, я принес вам опыт, 45 лет, лагерь, это по детским лагерям, чтобы мы встали у них на учет, чтобы получить распоряжение заранее, чтобы к нам не придирались, ну то есть, ну насмешка. Вот сейчас бы вели такое, что пешком ходить нельзя, нужно ездить только на Кадиллаке, стоимостью 3 миллиона долларов. Ну что я могу сделать? Только сидеть дома, так и здесь. Условия их, мы Роспотребнадзора знаем. Это абсолютно невыполнимое для человека, который обобран. Государственные лагеря сплошь закрываются. Есть области, где отсутствуют теперь ни одного лагеря нет. Но я решил сходить. Первое, чтобы они нас нигде не считали, они еще как будто не знают. А потом рассказать о своем опыте. Ну что у нас, она, не везет, я рассказал. Везет не подал. Ну ни под каким видом они снять не дали. Почему? Ну я сказал, я говорю, потому что вы боитесь. Болезнь, трусость и корысть. Если человек не боится, он будет знать, что ничего темного там дальше нет. Боится только потому, что боится потерять место. На другой он негоден. Я говорю, мы вот всех, которые здесь сидят по кабинету, мы считаем паразиты, присосавшиеся на организме государства, которые ничего не издают. Они не могут еще издать. С детьми они не работают. У меня 45 лет дети. Ни одного рубля мне государство не выделило. Ни одного. За свой счет построить, постельные принадлежности, здания, электричество подвезти, кормить. Все мое. Повторяю, 45 лет. Даже если по одному рублю давали, то бы 45 лет. 45 рублей бы дали. Не дали. И на счет Роспотребнадзор на нас сильно наваливался. Но, по милости Божьей, Бог нас сохранил. Детей мы не отдали. 18 июля в 22.00 приехала полиция, а дети уже прошли тренировки, и дети бежали в ночь. И когда съемка шла, то там видно грозовые раскаты, они бежали в степи, в грозу. Я им сказал, что дети-то все равно будут, лагеря нет. В 22.00, 18 июля, я как начальник и организатор детского лагеря, к которому община вообще не имела отношения, община возникла на 19 лет позже. Мы его ликвидировали, я его закрыл. Но дети будут. А как? Очень просто, говорю, покупаем дома. В домах живут люди, которые там прописаны, приглашают детей. Лагерь будет разбит на несколько частей. В лагере нет его, но дети будут отдыхать. А на гимнастику, на молитву мы можем уходить там, где лагерь был. Главное, на что нападают они, это чем питается кухня и постель. Ночь. Поэтому они ночуют в домах, питаются там отдельно кухней. В лагере, где лагерь, там только будут идти занятия, какие гимнастика, игры детей, там целая система разных. Футбол, там поле отведенное, столбы стоят. Я огражденный, огородчики есть, нам есть что показать. Я пытался сказать, нет, это нельзя сдвинуть. Начальницы нет, я не начальница. А начальница, а я не главный, еще выше. А который выше, ничего нету. Я говорю, у Люкаева сегодня вот там раскручивают. И вчера я слышал речь Путина, он за Академию новых там взялся, которая получает пенсию 100 тысяч. И он говорит об этом, что ничего изобретения-то не было за 40 лет, которое там надо счистить. Там и генералы, и кого только нету. А зачем это нужно? Один Бог знает. Деньги, дайте деньги. А мы без помощи государства брали детей. За 45 лет ни одного повреждения, ни одного больного, чтобы хуже отдали, чтобы он не желал в другой год к нам приехать. Это дело Божье. Ни один не утонул, как в Карелии они узнали. Да мы узнали в тот же день. А у нас купается 6 раз. Деньги, ни один не уходил. А то чего-то стоит. Я пытался отдать им опыт. Я говорю, у нас в армии идут кто? Никогда под дедовщину не попадают. Которые у нас были, вот я еще конкретно разводов даже не слышал. Нам дети такие, и будущие жители нужны, нет в стране. То есть моим опытом, а опыт даже больше никого и не было, мы одни были в Советском Союзе, как православный лагерь. Вообще не было ни в одной епархии. А сейчас как? Чтобы дети жили в доме. Если я хоть одну палатку поставлю во дворе, они скажут, я лагерь перетащил сюда. А так нет, просто отдыхают. И при том мы это не скрываем. 18 июля 2016 года я лагерь расформировал, распустил. А они 27-го только в суд пришли, подали на меня в суд, оштрафовать там 100 тысяч сколько рублей. А у меня пенсия 6 523 рубля 15 копеек. И просят в суд, чтобы закрыли деятельность на 90 дней. А его уже 9 дней нет. Уже он отсутствует, его вообще нет. Они отстали от жизни. И мы об этом сразу сказали. Притом не скрыли. Открыто это все сказали. Выставили в интернет. На наши сведения, известные всем. В другом формате будет. А как? Вот таким образом. Гостят и все. Детей я их все равно не отдам. Ни под каким видом. А приглашаю они, я от меня вообще теперь ничего не исходит. Но опыт, который даю им, они этот опыт получат. Россия и будущее все-таки в детях. В детях не развратные. А те дети, которые знают Бога. Когда меня спрашивали на Конгрессе интеллигенции, вот плохо говорят, что нет идеи, которая бы объединяла людей в стране. Я говорю, она есть. Не пролетарии всех стран соединяйтесь. А дети, воспитанные во Христе, они будут объединяться. Дети, воспитанные во Христе. Четыре слова с предлогом. И мы этим занимались. Наш лагерь уникальный. 18 параметров, по которым ни один лагерь к нам уже не подъехал бы близко. К нам приезжали целыми лагерями. Рядом разбивали палатки и жили. Ходили на костер, купались и видели. Даже не скажешь, как дети восхищались, как у нас все построено было. Это опыт, опыт жизни. Рядом мы строим православную деревню. Уже этой деревни, я не знаю, сколько у нас. Нынче 26-й год идет. По милости Божьей. В Алтайском крае 400 примерно, это как статистика дает, 400 деревень исчезли. Нина Данилова, это депутат наконодательного собрания, которая говорит, 21 тысяча сел исчезли. Мы оттуда сошли, оттуда сверху, где не захотели записывать. Мы были, как фамилия-то ее у начальницы. Вчера я получил письмо от нее. Минуточку. Что случилось? Вчера я получил письмо. И пришел сегодня поделиться опытом. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Где мы были? Дебенкова. Марина Владимировна, Дебенкова. 301 кабинет. На третьем этаже. Мы сейчас только там были, но со мной пришел как корреспондент, и хотели записать. Но они что-то не знаемые. Надо выше спрашивать разрешение. Мы говорим о нашем лагере. 45 лет без помощи государства. А почему на фоне нашего здания? Да, именно так. Здесь. Они меня вчера тронули, прислали письмо. Вчера нам письмо. В электронном виде. Прислали мне. И чтобы встали в реестры и прочее. Ну там, православный лагерь стоит. Я только, вы смотрите, не простыньте из-за нас тут. Мы не... Ну просто вы отойдите подальше и снимаете. Это же административное здание. Нет. Мне нужно, чтобы видно было, откуда мы свидетельствуем это. Тут никого мы не соблазняем. Мы говорим открыто. Всем визитки дали. Отрешите, я вам визитку подарю? Притом, это не просто визитка. Это огромный сайт. 5800 роликов. Фильмы, которые сняты. Мои занятия в университете. Пожалуйста. Мы рассказываем о том, как надо жить во Христе. Чисто. Видите, какой страх. Даже если я стою на улице рядом, это целое поколение, воспитанные в ужасе ГУЛАГа. Да разве может человек свободно бояться? А у них что, воздух я испортил или что-то? Нет. Вот здесь показываем. Администрация. Там не захотели снимать. А на улице. Я пробовал выходить даже в другую сторону. С той стороны и то бояться. Поколение, живущие в страхе, ничего создать не может. Оно может только раболепствовать и потреблять, что свободные люди вырабатывают. Мы рассказываем, как надо жить во Христе. Начинать день с молитвы. Соблюдать посты. Православная церковь всему этому нас учит. Не в раболепии, а в свободе. И дивен Бог. Я бы здесь никогда не пришел, с обещаной. Они не прислали письмо в электронном виде. Я решил этим моментом воспользоваться. В другой раз думаю, не приду. У меня может корреспондента рядом не быть. Но Господь благословил приехать сюда. Слава Иисусу Христу. Аминь. Уходим.